Кандидаты от Единой России закроют все 100% мандатов Оренбургского городского совета. 20 человек пойдут по одномандатным округам, еще 43 по партийным спискам. В числе кандидатов уже действующие депутаты городского совета и политические новички. Как и обещали, в списках довольно много молодежи. В общем, все те, кто активно проявил себя в партийной жизни и показал неплохие результаты во внутрипартийном голосовании. В списках составлялся сложно, достаточно долго, но очень ответственно. То есть мы приложили максимум усилий, чтобы эти люди, которых сегодня партия Единая Россия выдвинет, были людьми ответственными. Те, которые могли бы, скажем, решать вот эту сложную экономическую ситуацию, те проблемы, которые стоят сегодня перед городом. Ну и, соответственно, выполнять взятые на себя обязательства. Это, конечно же, обязательное условие движения всех наших кандидатов. На этих выборах Единая Россия приняла решение отказаться от так называемых паровозов, известных политиков федерального и областного уровней. В тройку лидеров вошли те, кто действительно собирается работать в городе в будущем. Евгений Арапов, Андрей Шевченко и Елена Иванова. Я повторно в тройке лидеров партии Единая Россия. Опыт такой деятельности я имею. Это второе предложение. Я надеюсь, достойно с ним справиться. Наверное, очень важно сегодня вот тот лозунг, с которым мы сегодня идем на выборы. Это стабильное сегодня, уверенное завтра. В общем-то, когда провели социологический опрос, то оказалось, что, в общем-то, главная востребованность сегодня у нашего населения, у горожан, это стабильность, это развитие. Поэтому вот Единая Россия будет работать сегодня вот именно с этими лозунгами. Но самое главное будет работать сегодня с людьми в каждом дворе, на каждой улице и на личных встречах. Это главное, что мы видим в своей работе сегодня. И партийные списки, и списки кандидатов и одномандатников согласованы с региональным политсоветом партии. И сегодня их поддержали участники конференции. Юрий Мишенин, Дмитрий Примачек. Наше время.